Вот так, друзья, экскурсии ходят вдоль бережка Санта-Крус. Вот это экскурсовод. У него что, камера GoPro, наверное, сверху на голове. Может быть, она потом это все снимает и отдельным продуктом распространяет. Мы с вами видим семейство Королевых. Так, да. Яша, покажи кепочку свою, покрутись. Это приобретенная в Евросоюзе литовская кепочка. А ты можешь вот так сделать? Вот так. Раз. Да, вот. Вот это нам привет передают такой шляпкой. Вот у нас Дмитрий. Всем большой привет. Да, и я надеюсь, что вот этот искусственный мех, который я тут налепил, воспрепятствует движению воздуха. Усы, на самом деле. Усы? Ну, как чубчик такой на камере у меня. Кучеря. Так, вот у нас. Это Саша. Можно сказать, разведчик будущий. Так, Саша. А где остальные девки-то? А вот они. Светлана. О, вот они точно. Вот они стоят со Светланой. И ля-ля-ля-та-па-ля. Но, знаете, с ними сложно, потому что они уже всех видео насмотрелись. И абсолютно никакого фана не испытывают. Испытываем, испытываем. Да. Одно дело смотреть что-то, а другое дело своими глазами все это увидеть. Приезжайте, ребята, приезжайте, смотрите своими глазами. Санта-Крузия, с набережной, на море, на солнце, на все-все. Да. Погода прекрасная, ветерок теплый, все отдыхают, все получают кайф. Я как-то снимал видео там вот на верфи, вот там, и показывал морских львов. И потом что-то на меня художественное вдохновение нашло. Я прочитал стих, сочиненный на ходу, который звучал так. Дорогие львы и львицы, приезжайте в Санта-Круз, чтобы лично насладиться тем, чем с вами я делюсь. И там тоже люди творческие отвечали. Один написал, мы приедем, мы примчимся там чего-то тогда в Санта-Круз и останемся мы там. Вот такой был стих у него. Отлично. Да, может быть, не совсем структурированный, но от чистого сердца. А я как-то прокомментировал ваше видео с львами и львицами, написав, какой же кайф, каждый божий день ходить и смотреть на жуткие, жирные, кричащие туши. А даже смотреть не надо, они слышны. Вот спать ложишься, они орут на весь город. А ты же даже слышите? Ой, не то слово. О, надо же. Ну, вот это фан. Вот это фан. И вот эти перекладины, и там как раз эти морские львы. Они лежат там, отдыхают и орут, когда настроение хорошее. А вон, они, по-моему, из воды торчат, вот из водорослей. Они торчат. Ну, я думаю, это больше серферы, может, какие-то. А, так из водорослей. Ну, я даже, я пока не вижу. Вот, 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 вот. Да, конечно, серферы плывут, плывут. Да, да. Иной раз смотришь серфера, думаешь, морской лев. Ну, они похожи чем-то. Да. Звери. В 1915 году, ровно сто лет назад, приехали гавайские принцы, приехали учиться в морскую академию в городе Монтерея. И привезли с собой доски. Вот. И местные жители увидели, что это хорошо. И вот, видите, как пошло движение. У нас стало много своих серферов. А, это тоже на Гавайях, да? Гавайские серферы в 20-м, 20-е годы. Вот так. И вот к нам сюда это все пришло. На это побережье. Вот, друзья, у нас искра проникла. Проникла искра. А то говорят, искры, нет. Ищем, ищем. Из искры возгорится тестер. Ничего. Да? Да. Залыба. А глазки, покажите глазки. Глазки щурятся на солнце. Ну, ничего, зато натуральные глазки. Так, хорошо. То есть будем, значит, искрить-то? Да, будем. Хорошо. А то, говорят некоторые, не искрится, понимаешь. Еще нужно найти сначала. Не всем дано. Чего, чего? Найти-то искру. Так вы же еще учиться не начали. Когда начнете учиться, вообще заискритесь. Конечно. Вот. В такой атмосфере сложно не заискрить. Весело, правда? Да. Ну, хорошо. А вы уже познакомились там с кем-то? Вот, где вы живете там? Ну, у нас в апартаментах семья. Да. Вот. Мы с них и начали, собственно говоря. Мы, когда приехали смотреть место, встретили очень улыбчивого, замечательного мексиканца. Так. Раул. И он, видать, как-то почувствовал, что ему нужно к нам подойти. И подошел и слышал, что мы говорим по-русски. Я так говорю, так у меня жена русская. Я думал, вы сейчас скажете, оказался мы колой западной Украины. Нет, нет. У него жена, ну, русская, как русская, из Тувы. Замечательная, маленькая. Прям тувинка? Да, бывшая балерина. Да вы что? Туденькая, маленькая. А горловым пением может? Ну, она, видите, ботанцем, наверное, больше в этой области. Балерина бывшая. Вот. У них, я знаю, взрослый, если не с ними живет, и двое мальчишек. Вот. Так что у нас... Мальчишки по-русски могут? Мальчишки только по-русски могут, да. Почему-то они... А с папой они как? На английском. На английском. А, папа сам нездоров по-испански, да? Да, папа сам нездоров по-испански, это точно. А вот мальчик старше, ему лет, наверное, 10. Вот. Он вообще говорит без всякого акцента по-русски. То есть как будто вот... Тоже танцует? В школе учился. Ну, нет, он такой. Ты смотри, мексиканец-то какую? Танцорку отхватил. Да, а он спортсмен. Он ведет... Тори джиу-джицу. Что-то такое в общем какое-то преподает. А, слушайте, то есть вся семья такая? Да, да. Слушайте, а вот такой вопрос хотелось бы задать. Вот вам, как матери, от кого больше телячьих нежностей перепадает? От девочек или от мальчиков? То есть есть отдача какая-то тоже? Конечно, есть, да, да. Но я сама такой человек не очень... Он сопротивляется. Не очень, как сказать, любви... Ну, открытый к каким-то... К сюсю-мусю. Да, вот телячьим нежностям. Ну так, конечно, Яша, он сейчас самый маленький, ему все время нужно... Даже на видео было видно, что все время обниматься. Слушайте, ну там действительно люди заметили, говорят, что надо же 7 лет и так тихо сидел вообще. Вообще он очень не то, что терпеливый, усидчивый, да. Он же занимается шахматами два года. У него занятия шахматами 4 раза в неделю по 2 часа. Так он еще приходит домой и дома задачки решает в этом. Сам? Сам. Без того, чтобы ему кто-то там... Ну, иногда ему напоминаешь, там, если он, например, как-то... То есть может так, разряд есть какой? Разряда пока нет, нет. Ну, там сейчас как-то система... Четвертый у них. Ты все слышишь? Четвертый. А, конечно, ветер в его сторону. Сейчас там система меняется, разряды убирают, вот, как-то они переходят на международную какую-то систему. Мы еще сами не поняли, что нужно сделать до конца. Поэтому вот эти студии районного масштаба, они перестали, они не имеют сейчас возможности давать разряд. То, что дворцы пионеров были. Да, да. То есть где-то нужно выходить на какие-то уже большие соревнования, вот. Ну, до этого мы... Ну, здесь у нас есть полно тренеров, которые занимаются с детками. Причем есть тренеры такие, знаете, там уровни чемпионов США, там, по девочкам. По девочкам? По девочкам. Ну, в смысле, вот, я знаю одну женщину, она была чемпионкой США по девочкам. А это как вообще выглядит? То есть это какие-то... Они могут группой заниматься, могут индивидуально. Обычно это... Нет, в школе тоже может быть отдельно. В школе может быть отдельно. Здесь школы, здесь есть чемпионаты по шахматам между школами. Потому что наша дочь, когда мы приехали, она такая тоже в шахматы играла. И она играла за школу. И они так вот... Там на первой доске был мальчик из Латвии. Вот, она была на второй. И тут такие баталии, вы что, тут не по-детски. Да, ну, они... Меня поразило. Вот, у меня девчонки не занимались. И когда мы пришли, вот, в группу, ему еще было 5 лет. И вот они сидят с 5, там, до 20. И у них такой азарт вообще. Ну, да. Я близко со шахматами не сталкиваюсь. То есть просто у них азартная совершенно игра. И не могут оторваться. И не хотят уходить, пока партия там не завершили. Ну, просто. А на соревнованиях все вот эти дети, которые в жизни там на голове стоят. Да, да. И они прямо вот, все, у них там жизнь. Я с нашей дочерью, когда она была маленькой, ну, страшно маленькую отпускать на соревнования. Я всегда с ними сам ездил тоже. Конечно. С тренерами. И вот она, я помню, 8 лет исполнилась в Питере. Мы были на турнире. И я видел, как они вот вроде сидят, играют такие, знаешь, там, буквально там до перворазрядников. Это кандидатом в мастера бывает, там, лет 12. Да. И, а при этом в жизни, ну, такие, ну, такие просто шмакодявки. Знаешь, там, черти что творят. Там, и там, пинка могут дать, там, друг другу, там, и все остальное. Ну, мы как-то вместе на соревнованиях на метро ехали. Да. Я думала, поубиваю их всех в метро. Шахматисты. Да, приехали, все, совершенно другие люди. Совершенно. Да. Да, Яш? Да. Человеческие. Берет ферзя и по балде. Бум, ферзем. Приходит домой, начинает всю партию пересказывать. В подробностях, кто куда пошел. Ну, он может без доски. Без доски, вот, да, по памяти. Ты смотри, какой. Да, Яшка? Ни сон ничего не понимает. Ну, папа понимает. Пошли дальше гулять. Пошли дальше гулять. Вот, друзья, можно подумать, что это за тысячелетия ветром выветрило из каменных глыб. Но, если быть в большей степени реалистом, мы, конечно, понимаем, что это граждане, охваченные творческим порывом, вот, делают что-то такое под настроение. Так что, друзья, если вы живете в каменистой местности, не поленитесь. Пойдите, вот, тоже попробуйте сделать такую штучку. А люди будут ходить мимо и думать, нифига себе, вот, такая у них будет мысль. Так, тут у нас, давай, давай, вот так, сделай, вот так. Вот так, только не упади, не упади. Так, руку приставь к козырьку. Вот, настоящий Робинзон Крузо в Евросоюзной шапке. Да, хорошо, вот, удалось. Я сладко. Робинзон Крузо в Евросоюзной шапке. Робинзон Крузо в Евросоюзной шапке.